друзья всем привет я сделал новый канал еще недавно у меня был маленько другой образ жизни вернее другая работа я снимал делал по своей работе видео вот на этом канале идет на этом где-то здесь короче сейчас у меня другая работа и сейчас решил заниматься другим делом и конечно же раз попробовал youtube чеки уже больше не могу от него отказаться не потому что там можно заработать денег это не тот формат с которого там реально можно заработать на предыдущем канале балкончик за два года я заработал 100 долларов я хочу даже не снял там что-то вот-вот на цензии они обновятся и можно будет их от иду сгорнуть с канальчика на ютюбе тоже прилетает иногда заказчики например балконы раза раз или два в месяц точно то есть я интересовался у людей куда бы мне узнали если конечно это уже не старые клиенты там по сарафанному радио как с которыми на сработались когда-то они говорили увидели вас на ютюбе но и так иногда прикольно звонили люди периодически там с москвы из подмосковья с казахстана даже парень звонил там с липецка в общем ну человек наверно 20 точно не за все это время звонила там кто-то делал балкон сам спрашивали совета интересовались как чё ну так просто душевные разговоры у нас были там было по 5 по 7 минут короче youtube это бесплатная реклама ну как бесплатный конечно ты платишь за время то есть тебе надо вот как я сейчас посниматься посидеть тебе надо потом все это дело смонтировать и выложить на ютюбка в конце концов так что можно свое время конвертировать в деньги все-таки как вы понимаете на балкончике видосики больше появляться не будут теперь они будут появляться здесь объясню почему так произошло балконы приносили мне хороший доход я неплохо зарабатывал особенно последние четыре года когда начал работать сам но работа это физически очень тяжелая сегодня мне 41 год я уже посвятил этой работе около 20 лет и на сегодняшний день организму уже просто не везет начинают ну болит спина три раза мне уже и клинило ездил ставить клинику блокаду болят суставы локти и колени и тазобедренные суставы короче санек уже не тот вот решил себе завести дело поспокойнее в общем вот думал я думал чем заняться ну то есть работа балкончика балкончик а кончика короче монтажника окон и балконов состоит из целого кучи физических упражнений то есть у тебя огромная куча инструмента там шуруповерт перфоратор и т.д. и т.п. помимо со временем когда мы стали предлагать более широкий спектр услуг то есть натяжные потолки и там вот для этого опять понадобится оборудование то есть газовый баллон пушка какая-то распиловка на месте точная подгонка торцевая пила короче ты вот с такой огромной кучей инструмента в автомобиле естественно но все равно это надо таскать иногда ты подъедешь к подъезду иногда не подъедешь иногда есть лифт в доме иногда нету лифта в доме помимо этого есть еще конструкции тяжелые окошки со стеклопакетами короче зачастую пока ты все это дело поднимешь работать уже совсем не охота плюс к этому ты еще потеешь короче кто плавал то знает ну и потом уже только строить и так как я пришел к вышивке на на всех интересует вопрос и никогда вообще бы не подумал я всю жизнь думал что мои руки заточены под железяки и деревяшки я хотел организовать мастерскую гараже мебель например думал даже о том чтобы замутить художественную ковку то есть купить станок там профи 5 интернете можете посмотреть который там гнет разный лекал туда-сюда потом опять из этой же темы хотел замутить покраску порошковую сделать камеру короче и в конечном итоге я понял что это опять будет грязь там какой-то гараж какие-то железяки ты будешь постоянно чумазый черный и я подумал за и остановись хватит и так всю свою сознательную жизнь в этом ковыряешься так ребята там автосервисы механики в мазуте постоянно пожалуйста не засирайте меня я понимаю это выбор каждого да это приносит хорошие деньги но если у нас есть выбор я думаю что каждый поменял бы грязную работу свою на чистую не потеряв при этом доходе я искренне надеюсь что я разработаю точку и не потеряю в короче я долго думал чем заняться и решил отойти просто от всей этой грязи хочется уже чистоты и покоя не то чтобы под старый след но короче такой возраст уже у меня когда хочется комфорта реально думаю что люди в моих годах и старше прекрасно меня понимают я решил прыгнуть прыгнуть что значит прыгнуть то есть в прошлом году работа была не очень и отложить филочек совсем не удалось поэтому пришлось брать кредит машинка короче обошлась 500 что-то около 520 тысяч 517 плюс сразу купил естественную первую партию ниток стабилизационные материалы всякие там какой-то немного ручного инструмента ножницы там в общем такой всякой тоже мелочуги на первое время вышло на 35 косарей плюс плюс я не хило так потратился здесь на ремонт но я планировал где-то там заложить 20-30 тысяч думал что я сниму какое-то помещение может быть там сделал небольшую косметику там обои поменять ну в крайнем случае там думал может дверь какую-то еще поменять ну не знаю короче я примерно думал что тысяч 25-30 мне обойдется нет короче у меня только получились перегородки здесь поставить сейчас чуть позже сделаю обходку получилось перегородки здесь поставить 30 чем-то косарей только гипсокартон короче партия саморезы потом все это дело аж поплевалась красилась склеились обои еще маленькой не доделал то вот сзади увидите пустая полка здесь будет лежать потом подоконник цвет дерева то есть чтобы со столом билось и плинтуса осталось поставить но со временем думаю сделать здесь еще натяжной потолок потому что вид маленько не завершенный и конечно же зеркал очень нужно клиентов большое на данный момент с филками подсос зарабатывать пока еще не начал здесь короче ничего не было абсолютно было просто продолжение помещения туда на 6 метров то есть вот по этой стене вот так вот было две стены я поставил сам перегородку вот эту вот ну в нее дверь зашпаклевал покрасил то есть это гипс с профилями профиля все туда уводил стоит жестко короче профиля через метр двадцать то есть на конце на начале к на сочленение листов уводил в потолок туда крепил под карты там 10 сантимов еще на профиля пробки здесь выставил короб счетчик стоит ну счетчик поставили хозяева помещения приходили электрики поменяли лампы вот эти они были старые с лампами просто поставили светодиодные более современные но здесь света не хватает поэтому я думаю что со временем бахну сюда натяжной потолочек вот так и будет здесь совсем красота но но это со временем пока на это просто филов нет надо начать зарабатывать начало до суда надо будет положить подоконник я уже заказал его просто нет в наличии сказали через дней 10 приедет но уже дня два короче осталось сюда поставим подоконник вот такого примерно цвета и плинтуса короче осталось здесь сделать все ну плинтуса на плинтуса нам завтра пойду докуплю короче это клиентская зона вот я ее старался сделать максимум комфортный тут конечно появится со временем он там будет большое зеркало огромное куда люди могут смотреться ну и там какие-то вышивки нашивки сделаю какой-нибудь стенд на данный момент здесь есть вот мой стол с ноутбуком в котором буду работать клиентский стол где он может посидеть тому что рассмотреть и есть еще рабочая зона ну так сказать мини цех здесь я никакого ремонта не делал абсолютно то есть вот родные стены как они стояли вот здесь я все завершил вот так дальше здесь просто немного швы прошел и покрасил чтобы цвет был однотонный вот ниточки которые изначально купил полиэстер вискоза там такие основные цвета понемногу вообще цветов 238 это не помню тайваньские или вьетнамские нитки фуфус хорошие то есть они тут представлены короче 200 с чем-то короче цветов 280 380 блин не помню короче 25 рядов по вот столько дофига короче цветов ниток глянцевых блестящих да глянцевых наверно и чуть чуть меньше цветов матовых но палитра чуть чуть поменьше то есть вот я взял немного матовых вот это матовые и вот это глянцевые ну и вот станочек станочек машинка для вышивания гвоздь программы короче это китайская машинка хоть они позиционируются типа велес контора русская ну машинка откровенно китайская все на это указывает следы в интернете программное обеспечение здесь на компьютере китайская короче это китаец у него даже нет шрифтов есть только кириллица но английский шрифт внутри меня встроены в аннотации вместе с машинка написано что там типа есть только китайский язык и английский там русский какой-то португальский там еще какой-то типа разрабатывается скоро будет не знаю как давно они разрабатываются как скоро он появится это неважно в принципе вот то есть есть станок здесь купил бы ушный стул два штуки был бы ушный стол вот буквально сегодня купили вчера купил сегодня разгрузил с машины пяльцы лежат комплектацию машинки хорошие много пяльцев тут я пробовал уже вышивать короче всяко разным вот неудачно и не совсем удачная вышивка была стянута но это пробы здесь нету никакого стабилизатора и нитка на шпульке стояла черная у меня есть белые вот нижние нити белые черные он на шпульках разные там была черная короче я просто не стал менять ничего как все равно это не клиенту здесь вот пробовал вышивал тоже разным цветом тоже без всякого стабилизатора просто пробую делать разные застилы здесь здесь же на майке пробовал до 2 старые майки балкончик о чем не сидел я запасливый майк этих у меня дома много осталось так что буду на них тренироваться здесь же на майке я пробовал делать вот тоже вот без стабилизатора была морда котика первый дизайн который я сам сделал в программе утянулась все криво косо тут строчка по уехала здесь по уехала короче а вот это уже со стабилизатором то есть вот я подкладывал здесь осталось немного короче видно по факту качеству до что вот этот гораздо круче смотрится и вот здесь это не мое это было вот эта магазинская вышивка это просто пипец какой-то застилу нитки говно друг на друга тут что-то все залазит но это просто откровенная порнография какая-то ладно сейчас не об этом вот короче я тренировался здесь сделал разные шрифты разные застилы как видите да г не очень же чуть лучше q торчит короче то есть ворс полотенце выбивается вылазить наружу здесь вот пленочку пытался сверху уложить ну здесь прошел на 1 вот совсем плохо да тут тоже самое просто прошел на два раза без стабилизаторов без всего здесь положил пленку сверху и попробовал на 1 результат тоже так себе а вот это дело уже сегодня тоже нет стабилизатора не тут не тут не тут нет стабилизатора обратите внимание не вот здесь да это внимание величия ну блин просто скудная фантазия скорее всего за здесь я открыл для себя застил укрепление короче ткани то есть сначала зигзагом он проходит все укрепляет ткань чтобы не стягивать компенсировать стягивание а потом уже за застилает ниткой короче вот видите вообще отличный просто получился шов ну шов отличный отличная вышивка получилась вот это не косяк это просто такой шрифт bear hunt кто знакомым там с фотошопом не знает интересовался вам медвежья лапа называется тоже получился очень круто даже без застила конечно если не знаешь кажется что какой-то косячный шрифт ну что что косячно получилось но это просто такой шрифт короче он так как бы как бы из полосок сделал вот смотрится тоже довольно круто сегодня среда в пятницу мы сделали сегодня третий день короче моих тренировок ну то есть я параллельно постигаю все реально в башне просто кругом времени сутках часов не хватает параллельно приходится постигать машинку в следующей части включим посмотрим сейчас уже не хочу и врубать параллельно машинки постигаю программу то есть там делаю дизайны ну и конечно же сразу же пробую вышиваю все смотрю как чего получается на данный момент уже результаты неплохие то есть я знаю как делать вышивку уже какие материалы подложить что застелить не со всеми материалами еще поработал ну я со всеми поработаю сегодня кстати только купил уши кепочки вообще руки чесались сделать вышивку на кепке так как день взял пару кепок там белая черная простые кепки есть пяльца для кепок вот она такая прибуда сюда и короче одеваешь вот так примерно вот так запяливаешь там как надо все зажимаешь и делаешь вышивку на кепке более вот это очень сильно хочу попробовать просто тема очень интересная 3d вышивку тоже хочу попробовать сделать купил там павпена специальный материал вот короче очень много всего все хочется постичь самому как будто 15 лет опять короче у меня новая тема с балконами я уже все постиг все познал все научился то есть когда выход выход выходил даже на сложный балкон в голове уже картинка была как это все будет выглядеть по итогу там спустя две недели грубо говоря сейчас все это новое постигаю учусь ну друзья давайте учиться вместе потихоньку помаленьку да кстати опять ну когда как говорится когда у нас нету денег мы чего начинаем делать до начинаем делать своими руками короче естественно нужна реклама чтобы люди меня видели хотя бы наружные здесь на крышу сделать и я посмотрел наклейки хочу сделать короче на пол там пару небольших табличек они кстати уже готовы так они выглядят две таблички там сверху повешаю на входе в магазин одну наверное вторую здесь на спуске лестницу покажу будет будет вот такой же lightbox 2 метра на 60 сантиметров высотой вот по поводу lightbox короче нормальный lightbox чтобы заказать меня попросили изготовление ну думаю монтаж я сам замучу изготовление lightbox 29 косарей хотел заказать короче попроще маленько потом не сказать что там все будет сделано из пластика я наверное еще представитель совдуповского строительства чтобы все это на века выдерживала прямое попадание аверной бомбы короче не захотелось делать подешевле говно решил я потратить свое время купил короче съездил профиля сегодня специальный алюминиевый профиль вот он стоит 6 метровые холосты продаются они ну ребята мне порезали купил пвх на заднюю стенку то есть короб будет собираться короче я вам рассказываю вам потом сниму отдельный выпуск как я буду делать lightbox просто и все ну ребят наверно все рассказал что успел теперь я больше не саня балкончик теперь я саня вышивальщик короче друзья давайте все всем удачи не хворать и помните если что-то очень сильно захотите это обязательно получится удачи и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА